На собрание были приглашены около 40 граждан по тем или иным причинам, находящихся в группе риска. Лица, вышедшие из мест лишения свободы, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции района. Те, кто совершал административные правонарушения, в том числе связанные с употреблением алкоголя и находящиеся в поиске работы. На заседании они могли задать любой интересующий их вопрос сотрудникам общественных, правоохранительных и социальных структур. Наша цель и цель этих мероприятий, чтобы все-таки эти люди стали на путь исправления. И несмотря на то, что они в свое время ранее совершили преступление, мы им даем шанс искупить свою вину, исправиться и вести нормальный образ жизни. Что касается рецидивной преступности, то в целом на территории области в 2013 году произошло самое значительное в республике снижение данного негативного явления. И я в первую очередь отдаю должное этому, потому что действительно нам удалось наладить самое тесное взаимодействие со всеми заинтересованными субъектами, профилактиками и общественностью. Сегодня на учете в Брестской области состоит около 15 тысяч лиц, имеющих непогашенную задолженность перед государством. Основными причинами такого незавидного положения, как правило, становятся злоупотребление спиртным, отсутствие места жительства и работы. Сегодня в территориальном центре социального обслуживания населения насчитывается порядка 200 тысяч вакансий, 80% из которых рабочего профиля. С каждым гражданином, прибывшим из мест лишения свободы, ведется индивидуальная работа с учетом профессионального портрета и состояния здоровья. От него требуется лишь одно – желание трудиться. Если это прибывший гражданин из мест лишения свободы, который отбыл уже наказание полностью и не состоит на учете в уголовной исполнительной инспекции, то можем предлагать и вариант профессионального лечения. Такие граждане регистрируются в качестве официальных безработных и могут быть обучены за счет фонда социальной защиты. Общественные организации также играют немаловажную роль в социальном реанимировании граждан, приступивших в свое время закон. Консультации психолога и материальная помощь – это далеко не весь комплекс мероприятий, который проводят сотрудники Московской районной города Бреста организации «Белая Русь». У нас есть акция «Готовимся к школе вместе». Понятно, если отец не может какое-то время содержать семью, мы поможем детям подготовиться к школе. Если это может быть в семье есть ребенок с ограниченными возможностями, мы тоже будем помогать. То есть это уже не тому человеку, который вышел из мест заключения, а членам семьи. Оказать посильную поддержку и помочь таким людям вновь обрести уверенность в завтрашнем дне – главная задача инициаторов заседания Наблюдательной комиссии. Несмотря на то, что закон строг к лицам, ведущим антиобщественный образ жизни, в случае нарушения их прав и законных интересов, любой гражданин вправе рассчитывать на помощь и защиту со стороны надзорного органа.